Но сперва предлагаю выпить травяного чаю. Чайный гриб со специями лучше был. Всем привет! Вы на канале Диуфплей, и мы продолжаем проходить мгновение вечности неудачника. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании. Или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Мы перевели взгляд туда, куда показывала Мику. И правда, вдалеке стоял грязный старик, возможно, бездомный и не сводил с нас глаз. Стоило нам заметить его, как он двинулся нам навстречу. Девочки, он сюда идёт, может, уйдём отсюда? Пожалуй, я согласна, что-то он мне не нравится. Девочки, вы чего? Он же, пожалуй, человек. Может, ему помощь нужна? Конечно, в футболке зимой ходить, ему точно помощь нужна. Эй, дедушка, вы заблудились, вам помощь нужна. Сердобольная Славе не дала нам уйти и предложила незнакомцу помощь. Стоило ему приблизиться, мы почувствовали ужас, но его не пожалели о её решении. Но самое жуткое было впереди. Дед снял шапку, и мы увидели у него кошачьи уши в дополнение к обычным. И бомж явно не стал бы надевать на себя аксессуары для косплея. Следом, за спиной показался ей кошачий хвост. Вы пойдёте со мной? Глава шестая. Я узнала, что хотела. Юля оказалась права. Савёнок наводнили новыми лицами и отчасти чувствовала свою вину. Никогда на моей памяти в этот мир не попадало столько людей за раз. От одной из них я узнала, что последнее, что она помнит, старик с кошачьими ушами и хвостом. Именно после встречи с ним её с подругами засосала в этот мир. Что самое удивительное, они даже не были при смерти на момент встречи со слугой Толика. Значит, правила игры могли измениться, или же моему таблеточному пациенту стало настолько худо, что энергия потребовалась в разы больше. Истерегаясь старика с кошачьими частями тела и собственного скорого исчезновения, я решила согласиться на предложение Юлии пожить с ней в Эверлете. По крайней мере, какое-то время. Добро пожаловать, рада, что ты всё-таки согласилась. Только вид у тебя что-то не вполне весёлый. Мне грустно из-за тех девочек. Я тоже часто о них думаю. Собственно, как и о каждом, кто попадал в совёнок. Ты знаешь, что для меня это очень долгая и личная история. Но если тебя это как-то утешит, я и для них кое-что придумала. Пусть она это и потребуется какое-то время. Что? Дай угадаю, приведёшь их сюда? Не исключено. И мы все будем жить дружно в этом домике? Почему именно тут? Эверлете необъятно большая. Я тебе её ещё покажу. Но у меня есть ещё один проект. Называется он «Обитель богов». Звучит довольно пафосно. Расскажешь? Конечно. Но сперва предлагаю выпить травяного чаю. Чайный гриб со специями лучше был. Глава седьмая. Говорят, лучшая глава. Ситуация была серьёзной. И если так считал не только Цезарь, но даже я, то так оно и было. Хозяину стало плохо, причём не так, как раньше на какое-то время. Нет, это было нечто другое. Его облик опять изменился до неузнаваемости. А прежний более не возвращался. Мы с братьями поняли, что действовать надо быстро. Когда за очередным пополнением для Савёнка послали меня, я даже бурчать не стал. Плохое состояние хозяина сказывалось на всех нас. Так что речь шла в том числе и о нашем выживании. Поэтому отправлялся я с преисполненным самой крепкой решимостью, во что бы то ни стало, добыть желаемое. И помни про приказ хозяина. Бери только тех, кто и так при смерти. Дал мне последнее напутствие Цезарь. И я отправился в путь. Я решил, что приказ хозяина, когда он слаб и туго соображает, будет соблюдать только умалишённый. Поэтому я решил им пренебречь и не тратить время на поиски обречённых на верную смерть. Сперва рыжая малёвка, потом четверо девчонок. В былые времена такого урожая хватило бы на годы. Но не в этот раз. Спустя некоторое время мне велено было снова отправиться в реальный мир. Бррррр. И вновь я оказался в разгаре зимы. Да уж, удачное времечко выбрали. Ничего не скажешь. Мимо меня проходили люди. Да, невозможно, тоже подмерзали. Подмерзали. Но не видев зимние одежды, а я в своей, летней. Ну, только шапку надел, но это скорее униформа. Хозяин обучил нас некоторым трюкам. В частности, люди не замечали наших ушей и хвостов, пока мы в этих шапках. А как шапка связана с хвостом? Чисто интересно. Точно так же он поступил в своё время и с хозяйкой. Только ей для этого никакой элемент одежды не требовался. Я пристально вглядывался в снующих мимо прохожих. Времена у нас тяжёлые. Сейчас оба кто не сойдёт. Предыдущий мой крупный, но не насыщенный в плане энергии улов, это доказал. Нужен кто-то особый. А ещё, тьфу ты! Нужно, чтобы этот кто-то помирал. Ну вот что за ограничения? Толик, зачем мешать нам помогать тебе? Проболтался я тогда Цезарю, что просто так девок сцапал. А он из меня чуть-чуть гаи не сделал. До сих пор больно. Главный в нашем трюмверате настаивал на том, чтобы в совёнок попадали только люди на грани смерти. Поэтому просто так хватать и тащить к нам было уже неподходящим планом. Но я всё ещё думал, что смогу найти какую-нибудь лазейку. Вот мимо прошла пигалица. Жизнь нерадостная такая. Щемечет с кем-то по этому своему новомодному аппарату. У такой, небось, энергии-то может и хватить для наших нужд. Но всё-таки что-то не то. Вот два молодых парня. Здоровые, как быки. Немного напоминают одного из наших первых. Как бишь его там? Славик, во! Но правду гаи подметил. Раньше таких было больше. Измельчали люди. О чём это я? Ах, да! Два парня. Здоровые, да. Много ли в них потенциала, эмоций и внутренние силы? Ну, точно нет. А потому идите нахуй! Почему я вообще здесь нахожусь? Надо бы в больницу, что ли. Там тебе и помирает кто-то, и нереализованных желаний у этого хоть отбавляй. Но чем-то манило меня именно это место. А чем, я так и не понял. Да, просто на... Блин, я не помню, как эта хуйня называется. Анимешки. Поэтому и манило. Пока уже поздним вечером, я не увидел его. Я дрёна вошь. От этого парня так и веет нераскрытым потенциалом. Не с бывшимися мечтами какими-то, как его там? Идеализмом, что ли? Я пригляделся получше. Его аура просто светилась. Это ведь именно тот, кто нам нужен. Но снова та же дилемма. Как же приказ хозяина и напоминание Цезаря? И что для меня важнее? Повеление хозяина насчёт каких-то других людей. Или помочь ему самому? Я перехватил его взгляд. Он смотрел прямо на меня. У него в глазах было даже как будто некое сочувствие. К чёрту все просьбы. Я помогу Толику и всем нам любым способом. Он приближается. Думай, старый Хрэч. Думай быстро. Так, а что если... В голове возник дерзкий план. Можно ведь устроить для него смертельный исход. А затем забрать с относительно чистой совестью. Я понял, что надо делать. Когда-то хозяин придумал автобус, якобы привозящий пионеров в лагерь. Мы ведь его творения тоже что-то умеем. Я сосредоточился, вызывая железную мохиду из небытия. Врум-врум! Получилось! Правда, мой автобус был не таким, как у Толика, ни Икарус. Ну а кого это ебёт? Почему так маломато стало, кстати? Автобус вылетел на дорогу неожиданно для парня. Среагировать он не успел. А потому оказался сбит. Я же театрально снял шляпу, выражая свои соболезнования. Прости, парниша, но ты нужен моим братьям. Нужен мне. Нужен Толику. И только после этого я вспомнил, что со снятием шапки рассекретил свою натуру. Да и хуй с ним! Его сейчас в любом случае невиданные чудеса и открытия ожидают. Я подошёл поближе и задал самый главный в жизнях всех нас вопрос. Ты пойдёшь со мной? Что? А, да, наверное. Успел невнятно пробурчать парень и отключился. Ну а чё ему ещё оставалось? Я задумался. А что произошло бы, ответил отрицательно. Хорошо, что я этого так никогда и не узнаю. Хотя... Он ведь при смерти. Я бы всё равно просто взял и забрал его. Глава седьмая. Смотреть на этот осколок того, кем раньше был мой хозяин, становилось всё тяжелее. Толик опять изменился. Зачах прямо у нас на глазах. Его состояние отражалось и на нас самих. Но затем мы с Гайем нашли не выход, но некоторое смягчение обстоятельств. Оказалось, на холоде мы медленнее и теряем свои силы. Поэтому Гай создал отдельный цикл специально для нас. Но кто-то ведь должен был за всеми остальными циклами следить. Пока хозяин не в порядке, да и за самим хозяином. Сперва мы думали чередоваться, но потом взвесили все аргументы за и против. Да. Так мы будем работать в вахтовом режиме. И никто не будет уставать намного сильнее остальных. С другой стороны. Попаданцы рано или поздно учатся вспоминать прожитые ими циклы. А нам бы хотелось сохранить в тайне существование, если не всех нас. То хотя бы большей части. Так что этот крест должен был нести только один. По воле жребия этим кем-то стал Юлий. Оставалось лишь надеяться, что частое пребывание в жаре не лишит его сил совсем. Сейчас же Юлий отправился на важную миссию. Добыть кого-то, чьей энергии хватит не только на поддержание жизни хозяина, но и возвращение ему его прежнего облика. Гай весьма утомился. В спешке создавая отдельный для нас с ним цикл. Поэтому за лагерями пока что следил я. Ну и за хозяином. Толик, ты меня совсем не узнаёшь? Дядя, у меня какие-то проблемы с памятью. В последнее время я часто забываю, что... Забываю что? Что, что? И вот идеальная версия Толина. Разговоры с ним становились утомительными. Ты сказал, что часто забываю что... Что надо принимать таблетки тёти Виолы. Они мне помогают. Нет, смотреть на это у меня больше нет сил. Прочай, хозяин. Надеюсь, следующая наша встреча произойдёт при более благостных обстоятельствах. Пока, дядя. Я вышел наружу и сразу же наткнулся на теперешнюю лагерную медсестру. Простите, но вы кто? И что это за маскарад с кошачьими ушами и хвостом? Ну вот. Ведь более-менее недавно она очутилась в этом лагере в теле юной девушки. Бегала и искала ответы. Пыталась понять, что с ней устало. А теперь она очередная наша кукла. Шестерёнка в спектакле, построенном уже не для неё, а для следующего попаданца. Кстати, о нём. А где Юлий? Я вскинул руку, кидану в зигу. Готовясь перезапустить цикл и стереть любую память обо мне, о этой кукле и осколке того, кто был нашим хозяином. Как вдруг услышал знакомый голос из-за спины. Готовишься тут всё по-новой начать? Хорошо. Я развернулся и увидел своего брата. Крайне счастливого. Ты не поверишь, кого я нашёл, Цезарь? Сдаётся мне, что этот раз он... На этот раз у нас всё получится. Да, кто вы такие? Немедленно отвечайте, или я начну кричать. Я пропустил слова Виолеты мимо ушей. Всех четырёх. Прямо-таки разрывающийся... Разрывающий Юлия изнутри оптимизм. Начал придавать мне уверенность. Что, следующая жертва настолько хороша? Да ещё как! Тебе стоит самому на него взглянуть! А что насчёт поручения хозяина? Тьфу ты! Заладили вы оба! Сделал, как велено было! Забрал его при смерти! Его автобус сбил! Брат немного запнулся при ответе. Хотелось спросить его про номер автобуса сбившего бедного парня. Но этого я делать не стал. Судя по всему, Юлий нашёл действительно ценный кадр. Ладно, все детали обсудим потом. Видео? Я перезапустил этот цикл. Мы же с Юлием отправились в другой, удалённый. Куда он временно поместил парня, которого, как оказалось, звали Семёном. Лишь взглянув на него в первый раз, я сразу же понял, что брат действительно не ошибся с выбором. Было в этом парне столько потаённой силы. Он, наверное, сам о ней не подозревал. Одного его появления в системе наших лагерей оказалось достаточно для того, чтобы одна из копий Толика приняла свой прежний вид. Нет, это всё ещё не был наш хозяин, и разум его был сильно затуманен. Но он смог произнести какие-то махинации над лежащим бессознанию Семёном. Толик объяснил это тем, что хочет, чтобы копии этого парня были более унифицированы в своём мышлении, чем прошлые попаданцы. Это значило, что вероятность отклонения от сценария у него будет гораздо ниже. Разные копии Семёна будут буквально слово в слово повторять то, что говорили их предшественники. Конечно, рано или поздно один из них нарушит сценарий. Но действия Толика дадут нам достаточно времени, чтобы подкопить необходимую энергию. Сам же осколок хозяина от этого начал терять форму. И даже потерял сознание. Мы с братьями решили сберечь именно эту копию, как напоминание о настоящем облике Толика. Было решено перенести его в один из аномальных циклов, созданных Гаем. Мы поместили его в один из кристаллов в этой запрятанной пещере. Действительно аномальный цикл, кстати говоря. Здесь куклы действовали не по нашему сценарию. И износ у них происходил гораздо медленнее. Но при этом и энергии они отдавали меньше. Поэтому мы не удалили эти циклы. Ну и не перенесли основной спектакль сюда. Здесь переплетались попаданцы из разных времён существования Савёнка. Тут был и Рома, принявший обличие повелителя демонов и Харис, ставший местным хранителем. И самые новые наши попаданки. Славяна, Мику, Алиса, Лена и Ульяна. И даже один из наших первенцев, Славик, обитающий тут в качестве главного мага. Мы втроём сделали всю работу. А вот что было дальше, узнаем уже в следующий раз, а на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»